всем привет друзья с вами лис здравствуйте друзья сегодня в нашем видео я хотел бы поговорить о знаменитом актере алексей смирнов и замените же фильмы с его участием такие как будет одни старики полосатый рейс много комедийных фильмов которых он участвовал операции так далее вы прекрасно все знаете обычно я ну как бы не делаю текста делаю обычную зарисовку актере либо нескольких артистов алексей смирнов я считаю что ну наверно нужно поговорить потому что этот актер он очень такой неоднозначный это актер больше своей части по фильмам очень веселый герои и очень смешные забдористые такие в жизни у него такая очень тяжелая судьба судьба не говоря о том что обязательно вспомнить что алексей смирнов является героем войны и поэтому мне показалось может быть конечно вы меня за это осудите учитывая мои другие ролики но мне кажется о нем стоит поговорить алексей смирнов родился 28 февраля 1920 года в городе данилове ярославской губернии середине двадцатых годов семья его переселилась в ленинград отец его ушел из жизни рано мать осталась двумя детьми у него еще был брат младший аркадий вот жили они в коммунальной квартире в ленинграде по адресу улице петра лаврова актер учился 12 школе центрального района кстати сегодня эта школа 163 на фронт алексей ушел добровольцы в октябре 1940 года с начала великой отечественной войны он служил действующей армии химинструктором а затем командиром огневого взвода 3 артиллерийской батареи составе своего подразделения он принимал участие в боях на западном брянском 1 украинском и 2 белорусский фронтар и однократно ходил в разведку в тыл врага на городном листе 22 июня 1943 года он получил медаль за отвагу в этом листе было указано что он лично уничтожил трех гитлеровцев автоматным огнем будучи в разведке заменив выбывшего из строя командира миномета вел интенсивный огонь благодаря чему рассеял до двух взводов пехот противника то есть он был такой наш русский рэмбо американский рэмбо вообще не чита алексей смирнов о его послужном списке его героической службе во время отечественной войны можно говорить многое он действительно был герой немцы его боялись большого такого брутального но например 20 июля 1944 года около высоты двести восемьдесят третий смирнов бросился в бой с личным оружием воодушевляя товарищей тем самым отбил отбив атаку в том бою немцы потеряли 17 солдат а сам он лично взял в плен вы только подумайте 7 человек он 17 человек взял через неделю в этом же районе вот из деревни такая журавка вот сам он и трое его однополчан столкнулись с группой противника из 16 человек он был еще трое то есть их четверо получается но немцы пытались взять советский солдат в плен но те давят пор уничтожив девять и взяв в плен пятерых то есть как бы вот ну универсальный солдат нечего сказать военные подвиги алексея смирнова они заслуживают отдельного видео наверно вот причем насколько известно что он не любил рассказывать о своих военных историях не любил вообще рассказывать о войне но это говорит о его скромности его скромной личности у него было много таких случаев вот например была такая история его батарея попала в засаду в районе деревни пасташевиц сам он с тремя красноармейцами атаковал немцев он лично уничтожил 3 и взял в плен двоих солдат противник открыв путь к дальнейшему продвижению а в сорок пятом году во время форсирования реки одар он с расчетом переправил на себе миномет это простите он висит немало очень немало и тем самым закрепившись на левом берегу уничтожили где пулеметные точки и до 20 солдат противника об этом можно говорить бесконечно поистине говоря алексей смирнов он герой настоящий герой войны который никогда не любил об этом рассказать но до берлина ему не удалось дойти во время одного из боев он был сильно контужен и после лечения в госпитале был комиссова но после войны 46 году был принят в группе ленинградского театра музыкальной комедии будучи неизвестным актер жил бед не было ни ролей особо к тому же у него была больна мама он за ним ухаживает у которой после гибели его брата аркадия на фронте развелось психическое заболевание 1952 году ввиду ухода за мамой но пришлось покинуться но тем не менее дальнейшем его внушительная комплекция такая да простодушная внешность могли ему все-таки выделить и других актеров режиссеры стали предлагать ему комедийные роли второго плана но я считаю что он тоже был комедийный король второго плана публики полюбились его смешные неуклюжие увольни но вот это вот не знаю мое поколение прекрасно это помню как выглядел на экране алексей смирнов но вряд ли кто бы его мог заменить особенно после стольких фильмов которые столько ролей точнее которого он сыграл знаменитых ролей ключевых так скажем главных на счету смирнова было немного было несколько там в театре музыкальной комедии в спектаклях что-то самого актера ампуа комика тяготил он мечтал о драматических ролях да тяжело представить честно если да вот такого актера который полюбился нам по известным фильмом представить его в роли драматической хотя жизнь его искренне драматическая и печальная потому что ну как будто череда бед не ушла в его жизнь мама гибель любимого друга единственное вот на спектакле табачный капитан он сыграл свою первую под драматическую роль даже театральная группа на тот момент она не знала боевых награды смирнова то случай в 1955 году когда на гастролях он встречал отдыхающего маршала жукова представляете себе самого же который знал его лично и пригласил его на спектакль к концу 50-х годов он стал известен и среди кинематографистов 59-м году режиссер такой юрий озеро пригласил актера на одну из ролей свою историческую картину качупей актер сыграл эпизодическую роль буржуйчика единственного комедийного героя в серьезной картине после чего ему было предложено 6 других ролей фильме роман и франческо снимавшись киностудии довженко 61 года он стал уже плотно актером киностудии вот сразу же были сняты пару фильмов где он принимал участие полосатый рейс и вечера на хуторе близ деканец где актер перевоплотился в атамана запорожских казаков посла к екатерине он был хорошо принятый публикой но самую огромную известность актеру принесли роли картинах конечно же леонида гайдая вот краснокожих деловые люди как он сыграл билла далее алексей смирнов снялся в фильме зайчику леонида быкова добро пожаловать или посторонним вплоть воспрещен кстати после съемок фильма зайчик у леонида быкова леонид быков стал его лучше самые известные роли одна из них в фильме операции и другие приключения шульки где много появилось крылатых фраз произнесенных алексеем смирновым если я встану ты у меня ляжешь она готовится стать матерью а я готовлюсь стать отцом кто не работает тот ест учись студент давай бухти мне как космические корабли бороздят большой театр я посплю скоро я надену деревянный макинтош и в работаешь ты работа стоит а срок идет ты не забывай у тебя учет в рублях у меня в сутках последствия снимался фильмы хай болит 66 свадьба в малиновке удар еще удар 7 стариков и одна девушка где он сам исполнил песню совершите чудо ну кто смотрел тут наверно помнит об этом ну и наверное самым известным фильмом который до сих пор можно смотреть не останавливаясь это является фильм по идут одни старики которым актер сыграл механика главного героя которого играла гонит быков по имени макарыч так чего ж ты мрачный девятку же а как у вас может пригодится кто кто муглянка последние годы жизни здоровье смирнова значительно лучше он даже не смог принять приглашение от своего друга леонида быкова сняться в картине от и баты шли солдат старые фронтовые раны дали о себе знать 12 апреля 1979 года алексей смирнов узнал о смерти своего друга леонида быкова который погиб накануне в автокатастрофе некоторые источники утверждают что после чего смирнов ушел в запой 20 числах апреля он был госпитализирован и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца атеросклероз якобы 7 мая день выписки алексей смирнов скончался в 60-м году жизнь но данные его смерти разнятся очень сильно почему лично я знаю вот еще вариант как бы он попадал в больницу ввиду своей болезни сердечной к нему приезжал один раз леонид быков даже когда леонид быков от него уезжал он ему сказал будем жить и через некоторое время леонид быков погибает по данным некоторых источник врачи принимающие насколько это может сильно подкосить его здоровье весь персонал больницы просят ни в коем случае не говори о смерти его друга но есть информация что якобы там то ли медсестра то ли еще кто-то из персонала все-таки как говорится проболтался это было 7 мая в день его выписки алексея смирнову стало плохо после чего по словам лечащего врача алексей смирнов тайком от всех выпил тыл куплиника что и привело его к разрыву сердца алексей смирнов был похоронен на южном кладбище санкт-петербург вот такая вот печальная грустная судьба великого актера комика и героя отечественной войны спасибо вам кто слушал и смотрел ролик подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки кому понравилось это очень поможет в продвижении канала и всего вам друг мира вам любви и терпения когда кончится война вернемся мы сюда пройдем по этим местам и позовем лучший симфонический оркестр во фраках выйдет дирижер я подойду к нему скажу пусть они нам сыграют нет ты знаешь я сам скажу извини маэстро да и я и как в черном смугленку от начала и до конца а а а а и а и 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